Это агитация и пропаганда. Нас не интересуют голые факты, нас интересуют причины и следствия. Правда всегда одна. Здравствуйте. Стрелки часов неумолимо приближают волнующий, знакомый с детства момент. После гимна и тостов, после фейерверков и бенгальских огней, из-под ёлки можно извлекать подарки. Взвешивать их заранее, может быть, не очень красиво, зато можно понять, что на уме у Дедушки Мороза. И куда дедушку несёт. Богатые не просто становятся богаче, они становятся гораздо, гораздо богаче. В среду агентство Bloomberg обнародовало очередной индекс миллиардеров, согласно которому за 2017 год 500 богатейших людей планеты умножили своё состояние на триллион долларов. Главным образом за счёт роста биржевых котировок. Для сравнения, это в 4 раза больше, чем те же люди получили за предыдущий год. Судя по списку, в уходящем году Джефф Безос, Уоррен Баффетт, Билл Гейтс или Марк Цукерберг снова вели себя лучше всех на свете. Поэтому Дедушка Мороз опять никого не обидел. Сил моих больше нет. Старик-то наш и совсем того. 500 и без того богатейших людей планеты богатели на 2,7 миллиарда долларов в день, каждый день. Каждый час каждый из них становился успешнее на 225 тысяч долларов. Их совокупное состояние 5 триллионов больше ВВП Англии и Франции. Только американские миллиардеры распоряжаются капиталом, превосходящим ВВП Мексики, страны с населением 130 миллионов человек. Глобальное, фантастическое и стремительно увеличивающееся неравенство стало главной приметой уходящего года. Богатейший 1% населения Земли владеет примерно половиной всех имеющихся богатств. Об этом говорит ежегодный отчет банка Credit Suisse. Для контраста беднейшая половина человечества контролирует около 1% всех капиталов. Что-то все же не так с распределением подарков. Особенно если учесть повсеместное от Америки до Азии сокращение налогов для бизнеса, которое, впрочем, не приводит ни к чему, кроме ажиотажа на биржах. Правда, нам-то какое дело? Как и год назад в олимпийском зачете Bloomberg Россия представлена вполне достойно. Все примерные ребята вознаграждены по заслугам. На 47-м месте Алексей Мордашов, на 55-м Владимир Потанин, на 57-м Владимир Лисин. Ни за что не подумаешь, что у Деда Мороза какие-то серьезные разногласия с Санта-Клаусом. С Новым годом! А прочти-ка мне стихотворение. Такое поздравление увидела, да, все-таки увидела американская аудитория канала Russia Today, что само по себе является в некотором смысле чудом, учитывая статус, который каналу подарили власти. Вмешательство русских хакеров в безмятежную вашингтонскую жизнь уже никому не кажется сказкой. А Дедушкой Морозом также удобно пугать американских детей, как русских, Дедушкой Соросом. Кругом враги и кругом агенты. Поиск под елочкой пятой колонны вполне себе примета уходящего года. Наступает эра сказочной дедовщины. Это я, русский Иван. Привет. Мы здесь с моим могучим русским медведем. Окей, на медведя не хватило денег, пришлось нанять кота, но это свирепый кот. Мы выясним, о чем вы поете свои рождественские песенки. Санта-Клаус уже в вашем городе. Он знает, кто как себя вел. Если ты угнетал свой народ, ты вел себя плохо. Санта-Клаус, он как ЦРУ, он все видит. Если ты вел себя плохо, скоро останешься без работы. Все события 2017-го. Столетие революции и разгром ИГИЛ. Инаугурация Трампа и победа Макрона. Съезд китайской компартии и ракетные пуски КНДР по соседству. Уличная война в Венесуэле и каталонский Демарш. Свержение Мугабы. Прорыв Саакашвили и рывок биткоина. Еще дымящиеся заголовки остывают в архивах, освобождая место для чего-то нового. Но при всей прозорливости аналитиков до срока никому не дано заглянуть в волшебный мешок. Тепло ли ты, девица? Тепло ли ты, красная? Подавай быстрее жениха. Да приданного! Да побольше! То-то же! Самое главное не тянуть деда за бороду слишком сильно, требуя подарков лично и исключительно для себя. Вот тогда однажды будет и под нашей елочкой праздник. Это была агитация и пропаганда. С Новым годом! Мир вашему дому!